Легендарный The International приближается. 11 лучших команд планеты в дисциплине Dota 2 уже получили приглашение на турнир. Судьбу последних пяти путевок определит онлайн-отборочный этап с участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Официальные стрим-трансляции отборочного этапа TI4 в регионе СНГ от студии Starluder и компании стартуют уже 12 мая. Только Dota на четырех стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на ti4.starluder.tv. Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota SLTV. Ну что, мы возвращаемся в прямой эфир. Четвертый тур начинается. Вот видите, уже обновилось, у нас немножечко расписание. Это матчи, собственно, до конца дня, которые мы с вами, я так понимаю, посмотрим. Здесь на нашем первом канале. Сейчас будет Sneaky Nix Assassin против Liquid. Потом Yehack против Issu, NAR против Revenge, Union против Top 5. Это матчи, которые мы здесь будем с вами смотреть. Ну а прямо сейчас на наших четырех каналах начинается четвертый тур. Ну и мы с Димой здесь будем комментировать. Наверное, самый интересный матч может быть целого отбора. Ну что, ну тут половина им прогнозирует первое место, половина второе. Я имею ввиду Sneaky Nix Assassin и Liquid. Ну и так вот, вот кто же? Давайте смотреть. Смотрим игру Sneaky Nix Assassin против Liquid. Четвертый тур. У Sneaky Nix две победы, ноль поражений. У Liquid одна победа, ноль поражений. Все хорошо. Liquid не изменяется стандартом. Каждый раз они начинают пикать свою связку. Причем она им слишком понравилась. Это Тринопротектор Даксир. Возможно, они ее просто дико тренировали. И после этого они закрепляют просто вот это вомбо-комбо. Посмотри. Ну вот видишь статистика. Вот у нас по этому году есть 57% винрейт у этой связки. Я бы не сказал, что это какой-то там сверхфеноменальный винрейт. Но это именно то, что связка под них. То есть мы сейчас что видим, Даксир стягивает, Тринопротектор ставит ультимейт. И Джимми Хоан и Вичдоктори идет и всех убивает. То есть на самом деле, ну, пока у них это прекрасно получается. И баны, вот если мы увидим, банят Тимликвид саппортов. Самых вот мощных саппортов, которыми у нас когда-то зажигали. Флаффенстав и Иксмайк. Висп, Шадоу Демон. Да. Ну, может быть, они не знают, что, да, эти ребята уже немножечко поменяли свои герои или... Ну, это такое, это уже их дело. Мы понимаем, что этот бан, конечно же, с этим в первую очередь связан. Ну что, Crystal Maiden в пике? Вот, вот, это как вообще? Ну ладно, Клакверк это у нас точно Иксмайк. На Патме у нас будет играть. Вот Crystal Maiden в этом году мы видим, что 423 раза была пикнута вообще в продой. 53% винрейт, но вот мне интересно, Crystal Maiden, боясники Никс Ассасинс, потому что брали ли эти ребята ее, и если брали, то насколько часто? Ну, агрессивный саппорт. Мы видим, что Рубик у нас идет... Ну, мы имеем уже Триплу. Триплу, которая будет убивать с Рубиком, Crystal Maiden кого угодно. И если вдруг у нас Team Liquid сделают додж, Даксир уйдет в лес, то Crystal Maiden будет иметь выход в лес. И когда игра затягивается, то Crystal Maiden свою силу только раскрывает. Но один момент. Вот мы видим Мирана, Рубик, Crystal и Клакверк, а у противника Морф. И пока его останавливать нечем. То есть любая инициация, любой врыв, и он убегает. Ну и как мы видим Кунка! Кунка в роли соло-мид героя от Liquid. И я недавно помню, играли они. Но там Кунку брали конкретно Liquid от World Devour. Зачем Кунка здесь? Я пока не знаю, но... Интересное решение, опять-таки. Квомба-комба, которая усиляется. Ну да. Дарксир, Кунка, Вичдоктор, там, что угодно. И при этом... Ох, как замечательно мы видим. А в очередной раз Нагу... Последний пик радует нас очень серьезно. После пика какие-то прогнозы будут? Ну, я ставлю на Снеки Нюкс Ассасин. Мне что-то тоже, знаешь, как-то пик Снеки Нюкс Ассасин нравится побольше. Тем более, что здесь, к тому же, кошка на морфе пойдет в мид против Наги. А Нага сильная против морфа на миде, если ровная ситуация. Да, если морф будет один. И теперь у нас такая вот была ситуация, что я хотел сказать, что мне пик Ликвидов нравится, потому что Кунка, он, во-первых, блестящий контрит инициацию Клакверка. То есть, если Клакверк вырывается и станет одного героя, то в ответ в тебя летит корабль в пятерых, все по апкастам и драться очень тяжело. Но теперь мы с тобой видим, что Снеки Нюкс не собираются драться. Они собираются сплитпушить, и сплитпуш очень тяжело останавливаться. Только один морф может с Нагой через Репликейт у нас воевать. Да, ну что же, Вейту Секси сыграет у Ликвидов на дереве, как и в прошлый раз ТС сыграет на Кунке, Бульба на Дарксире, опять Джимми, демон или Пегасус, сыграет у нас на Вичдокторе в очередной раз. Ну и Кошква будет играть на морфе. Вот такой вот пик у Жидких, у Ликвидов, а против них Whitebird играет на Рубике, Xmix играет на Клакверке, USH или Asher, мы, собственно, Кристофер Ашер, про которого мы говорили, молодой чувачок, который играет на Кэрри, сыграет у нас на Наге, на Патме, SNA будет играть в Миде, ну и Fluff and Stuff сыграет на Crystal Maiden. Напомним еще раз, что на данный момент две победы у них с Ассасинс и одна у Ликвидов, и эти команды вместе с North American Rejects, у которых тоже 2-0, а также с Union Gaming, у которых тоже 2-0, на данный момент лидируют. Ну и CNB 2-1, вот тут, собственно, 5 команд, которые на данный момент, наверное, борются. Ну, пока еще тяжело сказать, что за что борются, потому что, опять-таки, только четвертый тур, туров у нас будет аж 14. Ну и понимает, не все могут играть одновременно, потому что 11 команд, а играет одновременно в одном туре 8 команд, что 4 матча, просто больше стримеров нету, на 4 матча мы только насобирали. Вы уж извините. И ожидается оригинальный у нас лайнинг. TC идет в мид на кунке, то есть я не видел его вообще никогда в жизни на кунке, при этом я его и никогда в жизни не видел на миде, ну, за последнее где-то время. Да, я тоже не особо могу припомнить, собственно, этого товарища в миде. Ну и поздновато, далековато, далековато, немного взяли, и мы видим, не успеет его здесь цепануть. Поспешил Fluff Install, Fluff Install инвиз действовал бы еще долго, и не знали ликвиды об этом инвизе, поэтому я думаю, что здесь стоило немножечко буквально выждать еще и напасть чуть-чуть попозже. Ну, то есть дать возможность, как бы, TC хотя бы ближе до луграунда спуститься, но тут смотри, что в лесах вообще происходит, тут дерево, семечко, а дерево-то с тапками, как от этого дерева уйти, залетают каски, Whitebird продолжает проседать, там 88 с руки, 85 точнее, но Crystal Maiden saves the day, скажем так. Да. Дерево окупило линию, то есть такая нестандартная ситуация, учитывая, что проход у нас на нижней лайн он только один, это вот это вот место, пространство, то ребята не могут уйти. Они сейчас Maiden, Maiden Rubik стоят, смотрят, понимают, что сверху Dark Seer, сверху делать нечего, то есть придете вы втроем, он все равно вас будет щитками отсылать, ну а в центре у нас организовалась такая нестандартная, ну а стандартная дабл лейн. Ну и в итоге получается, что дали время Кошкве, который в сложную, ну сложную для себя на морфе превращает, по сути, в легкую. Ну хотя, вот понятие сложной, да, для тебя, как для хардлейнера, да, вот какая же она сложная, если крипы встречаются по центру, ну какая она теперь сложная? Раньше сложная линия, почему она называлась хардлейн, почему она называлась сложная? Потому что крипы встречались не там, где надо было им встречаться. Сейчас вот оффлейнерам работу очень сильно упростили Valve и, ну я не знаю, спасибо им за это сказать или даже нет. Я бы еще добавил... Ну тебе вот нравится то, что изменили или нет? Да, мне нравится, потому что сейчас мы видим разные стратегии и, ну, вариации, потому что раньше это был стабильный 3-1-1, то есть игралось 95% игр по такому сценарию, и вот сейчас у нас инновации. Плюс вот я хочу отметить, что это как бы сложная, да, но при этом у нас еще и руна ближе. То есть для морфа, вот смотри, лежит леген, кое-кого хочешь бери, вот Клакверк хочешь бей, то есть, ну, делай, что хочешь. Единственные отводы, отводы хороши, но поскольку у нас Клакверк один, то они неэффективны. Снизу у нас тут бегает Тренд Твич Доктор, стараются они делать все грамотно, отгоняют у нас Рубика. Идет Деревце, Деревце идет сапогом, идет за Икс Майком, но Икс Майк тоже сапогом и уходит. Морф на фрифарме. Морф на фрифарме и пока лейнинг у нас идет в сторону ликвидов, потому что кунка, как ни крути, но в центре он фармит, то есть забирать его очень тяжело. Снизу фрифарм, морф, и при этом два саппорта, они отгоняют противника. Да, ну саппорты Никс Ассасин сейчас абсолютно ничего не могут сделать с саппортом ликвидов, а наоборот могут как раз. Ну и вот даже у меня сейчас открыта табличка Крепстата, в левом верхнем углу, вы конкретно видите, что происходит. То есть морф 27, 19-2 Дарк Сир, 16-5 кунка, а дальше провал. То есть вот ликвиды контролируют карту, контролируют линии и в принципе можно говорить, что вот если брать в учет первых 3 минуты, что 3 линии выиграны и занят чужой лес. И еще они заберут этот лес, что самое интересное. Да, они его фармят, то есть очень круто. В то время как Рубик первый левел. Что, серьезно что ли? Да, Рубик первый левел, и XP у него нету, и собственно только сейчас может быть как-то будет воровать XP. А там в миде уже way to sexy, и демон будут нападать. Есть каски, есть хил в единицу. Ну и TC, начнет ли TC? TC начинает хрест, торрент ставит поздновато, в любом случае этого должно хватить. USH пытается как-то еще здесь выжить, ну и иллюзии, USH мансует, но все-таки дерево таких не отпускает. Uno Zero, Liquid, way to sexy, опять делает First Blood это дерево. Вот, знаешь, вот вы это обсуждали, кстати, здесь на финалах, когда ЕГЭ играли против Empire в финале Lost the Rogue. Что против ЕГЭ банишь дерево, они не знают что делать вообще, пацаны начинают теряться. Может против всех американских стоит команд банить дерево? Ну тут тем временем поймали, кстати, Бульбу, и Бульба погиб. Но вот сейчас дерево, тут Татму убьет. Так, подождите, мне тут дали листик, чтобы я записывал хайлайты. По-моему, это он, снизу размен один в один у нас произошел, даже не в один-один. Это Вичдоктор забирает Рубика, сам погибает и также умирает нас Морфлинг. То есть... Икс Майк не прощает на этой главе. Да, икс Майк в двух фрагах поучаствовал, два ассиста. Ну и счет 3-3. Сравняли здесь Тик и Никс Ассасинс. Счет по фрагам. Но все равно, даже вот то, что они сравняли счет по фрагам, мы не можем даже приблизительно сказать, что они хоть одну из линий выровняли или выиграли. Ну что Клакверку, у которого Кривстат 7 на 0, ну да, есть два ассиста. Это, конечно, не очень весело. Потому что, ну, у Клакверка пока ничего нет. Полетели каски. Ну, далековато немножечко от Икс Майка. Второй раз еще каски ударились, но... Так не поймать. В миде. В миде. Напали на ТС. Ну, вот то, что ты говорил. Корабль. И все. Нападаете вы на меня как хотите. Делайте мне что хотите. А если бы еще въехал Клакверк... Клакверк-то со своих когов убежать никуда не может. Когда ему корабль заряжает в лицо, он иногда жалеет о том, что корабль снизу. Клакверк. Морф на него врывается. Полетели каски. Там поднимает Рубик. Дерево. Семечка. Проблема огромная Икс Майка. Вайт Берда тоже цепанули. Икс Майк закрывает Коги. Но это... Это ему не помогло. Кошка мстит. За свою смерть в прошлой драке. 4-3. Саппорт отыгрывает просто на уровне. Ликвиды у Мандрилист у нас делают минус фактически везде. То есть опять это дерево пошло. Убило в центре, убило сверху, убило снизу. Да. А саппорты СНА. То есть у нас есть Кристал Мейден. И пока у нее проблемы. Она не может фармить лес. Часть леса забирает Нага. Нага идет в другую точку. Но там бегает дерево, которое забирает и ее крипов. И теперь у нас у СНА огромные проблемы. Рубик просто смотри где стоит. Он просто не может. Рубик вообще не знает что делать. Он третий левел. У нее тапок. И все. В то время как там... Ну блин. Все таки демон и Вейту Секси. Там аркан тапки. Опять очень ранние аркан тапки от Вейту Секси. Так же как и в прошлом матче против Ревенш. И вот сейчас эти пацаны... Ну блин. Как же они передвигаются-то по карте. Они вообще покоя не оставляют. Да. Здесь стоит вар. То есть в мин они просто так не выбегут. Хотя почему? Если бы не туда и пошли, выбежали бы. Вот они пока законтролят руну. Руну эту отдадут. Конечно же. ТСи. У которого есть банка. Там подмодал им вис. Так. Кристалл Мейден. Спалилась. Пытается убить курицу. Кристалл Мейден. Пытается всей командой убить курицу. Курицу таки убили. Ну и... Ну для начала фейл, конечно, кошковые. Ну правда он себе принес таки персеверанс, да? Очень много денег сейчас подарили Нексам. Ну фейл вообще в том, что как они эту курицу контролят. Ты видишь каким маршрутом она летела? Она умудрилась пролететь среди четырех героев. И эти четыре героя, по-моему, каждый успел дать потычки. Ну я просто, знаешь, думал, что это какой-то может сверх профессиональный. Потому что так иногда бывает. Байт на курицу. Типа давайте в драку заведем курицу. Когда-то в этом... С персеверансом. Не помню, что был за матч. Нагрится там, а пока они будут там пытаться поймать эту курицу, мы в них вкастуем там все, что надо будет вкастовать. Ну, это, конечно, вряд ли. Но тут налицо, конечно, простой фейл. Так вот, к чему я возвращаюсь? Возвращаюсь я к тому, о чем мы говорили в прошлом матче. Про Бульбу все забыли. Бульба на Драксире вынесет себе скоро, опять-таки, Меку. Да, он один раз умер, потому что там драка была. Но в любом случае, Меку он все равно здесь быстро и вынесет. И будет этот Драксир проблематичным. У которого сейчас топ-1 Крипстат на карте. И у которого скоро будет 9-й левел. Ну и вообще у Бульбы все ок. Хорошую фишечку из-за этого именно сейчас Ликвид. Они все время по кулдауну ставят этот Драксир на легкую. Он постоянно стоит, пушит лайт. И при этом забирает лес, который рядом. То есть за с Рейдинг ты такого не сделаешь. И по итогу он у нас отрывается дико. Ну, Мирана пока не до конца вкурила фишку. То есть она бегает, вот у нее фу, Манана он стоп. При том, что у нее базиль, у нее боттл, да. И у них дальше пушат. То есть парень пока у нас на Миране вообще ничего не хочет использовать. Не, ну он там, да. Он там пытается как-то фармить, но тут не совсем ясно. Ну и снизу Ликвид первую вышку забирает. У Марфа Персеверанс 800 голды. Да, не особо много, но Персеверанс уже есть. Врыв. Врыв на Кунку. Кунка находит нас кристалмейдан. И Флав он став у нас погибает. Не ожидал Флав, что там ДД. Да и просто не ожидал он, что просто вот так вот погибнет за секунду. Кстати, у Наги что там? Ну у Наги 2400. То есть деньги и тут. И, ну как обычно, у Наги более-менее все хорошо. Но на этот раз мы видим, что эта Нага напрямую идет в Радианс. Без Транквилтапков, без Аквилы, как-то обычно делают Наги. И пока эта Нага у нас погибала только один раз на Ферсблат. То есть хвалили-хвалили мы саппортов команды Ликвид. Но вот если честно, с последних 3 минуты они просто здесь стоят на линии. И Рубик уже взял 6-й левел. У Рубика уже есть ворованный Ливинг Армор. Что очень важно. Самый лучший спел вообще в доте, наверное, который может сваривать Рубик. Да, это действительно факт. Ну и что сейчас? Что сейчас будут предпринимать саппорты Тим Ликвид? Пока тяжело. Иксмэк занял оборонительную позицию. Он постоянно кидает ракеты. И, увы, но хила так много не хватает. Учитывая то, что у нас Рубик забрал армор, он просто отхергенит весь товар. Поэтому, по-моему, Ликвида сейчас забьют и куда-нибудь на другой лайн уйдут. Зачем они охраняют Морфлинга, пока непонятно. То есть он стоит, фармит и... Но вот сейчас надо охранять ТС, потому что в миде его атакуют через сон. Стрела залетает в ТС. Два ТП сразу сюда. Дерево может как-то попытаться помочь здесь Джимми. Дерево до конца почему-то не хилило ТС. Но вот он корабль. Вот он Ливинг Армор. Тут отлично... Нет, торрент не самый отличный. В итоге Флаффенстафф только убьют, я так понимаю, да. Торрент мимо и корабль мимо. Да. Не, ну корабль он давал больше, чтобы себя спасти, а не чтобы убить. Но что у него было очень мало ХП. И ошибку опять сделали Ликвид. У них первое летело не дерево. То есть первым должно было лететь дерево, чтобы успеть бросить Ливинг Армор на ТС. Он не стал его бросать до ТП и, понятное дело, не мог бросить во время ТП. Ну, хотя, может, и не ошибка. Джимми прилетел первым, дал каски и... Ну, такое. Ну, самое главное, что они здесь ушли без потери и убили Кристалмейк. Ира находится за курой, две тычки, и курица у нас выживает. Байт на курицу очередной. Вот, теперь я хотел бы, ну, объяснить, почему у нас Нага в этой игре, она не делает себе быстро айтемы дополнительные, потому что они ей не нужны. Против тебя в миде стоит Кунка, у него Тайдбриггинг четвертого левла, он всегда будет пушить линию, все крипы придут к тебе под тавер, и ты их все спокойно заберешь вообще без артефактов. И поэтому у нас вот USH наглеет. Наглеет, причем, ну, это адекватно с его стороны. Да, согласен, это более-менее толковая наглость, ну, и мы понимаем, что здесь у него будет немножко попозже радианс, чем был там, да, у бразильцев, но... Но он будет, он будет минутик 20 точно, скорее всего, раньше. И он будет против команды Ликвид, то есть тут уже уровень повыше. Да, и вот у меня вопрос, что будет делать Ликвид? Они знают о том, что Нага сейчас имеет где-то вот в этом районе денег. То есть там 3 тысячи, 3200, то есть я уверен, что они об этом знают, они прекрасно понимают тайминги, они прекрасно знают, как это вообще выглядит, ну, будет дальше. Ну, есть у нас Морф, который отлично ладит с Нагой, то есть он всегда сделает репликейт, и это уже фактически полтора героя, которые будут его сплитпуши отбивать, ну, и при этом он репортируется по всей карте. А в замесе у нас есть Кунг Кевич. И Дарксир, да. Да и Далус, Крит и Нага, иди сюда. То есть если брать Лидгейм, то Кунг, он просто здесь... Ну, иллюзии будут погибать действительно довольно быстро, это хорошо. Ну и снизу, вот он смог, Бульба с Меккой. 11-й левел у Бульбы, первая стенка, четвертый Вакуум, четвертый Айоншелл. И будут очень-очень пытаться сейчас убить Икс Майка. Так, получится ли Икс Майку что-либо сделать? У него нету Когов сейчас, и Когов у него не будет еще несколько секунд. Атака на Икс Майка. Икс Майк есть, разве что хукшот пытается в своего. Он может попытаться захукшотиться, но не получается. И... Вайт Бэр тут выжил. Ну... Опять-таки показал демон, что он не жалеет вард свой. Он просто его тыкает везде, где можно, где не надо этого делать. Но суть в том, что есть фраг, и тут не прицепиться. Пушат вниз. У нас без позиции Снэйд Ассасин. Стоит у нас Миран, кидает стрелу. Демон ее видел, но нет. Врывается Рубик, рывается на демона, дает у него проказ. Но очень классно хилился, хилился. Ох, там еще и украли, оказывается, Вейв. Ну, блин, вот столько всего потратили, чтобы выхилять демона, но... Мы видим, этого не хватило. Ну и Нага! 3 700! 14-ая минута осталась. Еще чуть-чуть, и Радианс уже прилетит сюда. Ашу. USH, кстати, хотите? Аш. Что мы его называть? Я включу Нетворс. Да, по Нетворсу мы видим, что Нага проигрывает пока у Рубика. Даже говорю у Рубика, даже у Дарксира, но... Но это пока. Да, вот появится Радианс, тогда пообщаемся. Да, и еще что хочу заметить, что Нага, несмотря на то, что она тусует по всей карте, она постоянно обузит банку курицей сам себе. То есть банка уже раз пятый, по-моему, прилетает к Наге в леса, куда угодно и так далее. То есть мы видим, что тут действительно вся команда играет на Нагу и курица тоже. Кунгка у нас делает блестящий выбор. Он... Он... ...вцеплять будет никак, учитывая вот эти вот иллюзии, которые бегают и разведывают всю обстановку. И пока что у нас, ну, такая оборонительная позиция для обеих команд. Мирана окопалась снизу, в центре у нас бегает вся тусовка. Уже про Мирана уже вообще забыл. И демон, да, и демон понимает, что вот именно сейчас вот их героями особо ничего не сделать, то нужно поковаться. Нужно добить Марфу Линку и вот Кунгкевичу взять лотар. Если лотар, теперь можно нападать. Да, ну до Линке осталось еще там тысячи с копейками. Если бы забрать товара, было бы лучше, потому что, ну, вот нет ни одного пока еще убитого товара. Ух ты, кошка, как больно! Неужели кошка здесь погибнет? Будет ли хилл? Кошка улетает. А теперь Вайтбайер должен проседать. Ультимейт от демона. Вайтбайер погибает. Вайтбайер и Флаффенстав тоже погибает. Ну вот, Миксмайк тут нереальное количество... Боже, сколько демажа вносит этот вард? Демон тащит катку пока. Пока, да. Своим пацаном на этом герое. 2-2-5. У него 14-0. И пока Вичдоктор... Фиабин. Блин, вот суть этих отборов еще в том, да, что ты не можешь наблюдать за матчами параллельно, потому что у тебя тупо нет времени, ты играешь. И вот, например, следующие соперники Ликвид, они физически не могут знать, что там был Вичдоктор два раза, причем легендарный Вичдоктор. Ну, разве что у них есть какие-то там... Их друзья или коллеги, которые сидят, смотрят там все 4 стрима на мультитвиче, а как вот Факер, например, сейчас делает. Сидит у нас здесь возле 60-дюймовой здоровенной плазмы и смотрит все 4 матча одновременно. Ну и ты не можешь там дать инфы там. Ребята, они взяли того-того или того-того. И поэтому вот этот Вичдоктор может, в принципе, заезжать весь день, там, до конца дня. Вичдоктор и поехали. А если кто-то начнет банить Вичдоктора, ну, это уже клиника, по-моему, банить Вичдоктора. Просто очень хороший герой. Ну, знаешь, кто его знает? После ты помнишь прошлого отбора, который ты комментировал, то у тебя вообще первые 2 бана, это был Сларк и Тринанд Протектор, которых мы вообще не видели в Доте полгода. То есть, возможно, корабль. Летит корабль в Рубика. Рубик у нас возвращает Кунгкевич, подходит Деревцевый, Туфсевский, Семечка, иди сюда, баночка. И... Ну, Джимми не парится. Джимми просто тыкает вард, и люди умирают. И мы только что видели ренж этого варда. Он огромный. Он огромный, притом, ну, надо учитывать, да, что ты сам его ставишь на ренж, а где-то 600, а потом еще и сам вард бьет на ренж 500. То есть, в сумме там 1000 плюс ренжа и изи катка для демона. Ну, и демон показывает, как надо играть. Это очень-очень круто. Я не помню, аганим дает ли больше ренж. Ну, десвард, мы видим 700 ренж, 700 ренж десварда, и ставится он действительно ренж 600. Да, жесть. Ну, самая главная фишка, то, что ты еще можешь выбирать цель этим десвардом. То есть, это вообще самое крутое. Ну, да, действительно, если кого-то идет фокус, то действительно может это сделать. Так, в миде, там, на морфа напали, украли у него вейв опять, вайтберт. Ну, морф решил, ладно, короче, я фармлю линку, не мешайте мне, пожалуйста, заберите лучше там, чтобы я быстрее эту линку нафармил, потому что мне не хватает на рецепт. Или хватает, или там уже в курице летит рецепт. Да, там же есть линкник сфера. В 18-ая минута появляется у нас радианс. Но это голый радианс. То есть, там нет ничего. В то время, как здесь лотар, линка, мека, и у Дарксира там еще что-то должно было веселое появиться. Я на 100% в этом уверен. Вот спалила сейчас свой радианс нага. У Дарксира форстав появился. Вот так. Отличная комбинация ульквит для того, чтобы убивать терпы наг. Во-первых, у вас есть свич-доктор. Любой спам с радиансом он отхиливается, причем на ура. Во-вторых, у них уже есть форстав, который контрит клаперка. И самое главное, это кункевич. Кункевич, он может цеплять с 950 рейнджа любого. Ты даешь прокаст, и пацана забираешь. И при такой агрессии очень тяжело защищаться. Потому что ты можешь попасть в Вижн где-то 1500 с лотара. И это тебя с 1300 уже ловят, считай. Да, то есть пока у Снэкингс Ассасин тяжелая ситуация. И они это понимают. Они понимают, что сейчас нужно двигаться за нагой. Она прокладывает путь наверх, чтобы забрать этот тавер. И необходимо убить хоть один. Но ликвиды, я думаю, будут дефить тавер, потому что для ликвидов сейчас самый кайф подраться. У Наги нет тревелов, у Наги нет толком ничего. А у Кунки там должен появиться кристаллис с минуты на минуту. Да, там огромное количество денег. И вот Т2 на Т1, да, они поменяют, если захотят, конечно. Но вот, может, все-таки не стоит. Может, все-таки стоит сейчас переключиться на то, чтобы не дать ничего сделать Никсам? Или же для Никсов это как раз самый кайф, что? Самый кайф это побить тавер, нанести ему дэмэдж, и потом улететь наверх, защитить верхний тавер. Вот прибежал Рубик, ничего не украл. Тавер продолжает бить здесь ликвид. Ну, пока Кошква танкует вышку. Кошква-вышква. Ну, и разводят, развели они на ульт, развели они на ТП, потому что часть Снэйкингс Ассессин переехала сюда, наверх улетает у нас Морфлинг, и Т3 отхиливает тавер. Ты смотри, как на Нагу там Морфлинг напал, сейчас заставит ее просто ультимейт юзать, нет, ультимейт Патма юзает, чтобы опять-таки, ну, хотя этот Нагу бы здесь все равно не добил Морф, но боятся за нее. Ну, вот, и Наги будут тревела через, через, 400 копейками голды. И нужно идти выгонять из своего леса. Прямо сейчас Ассасинам нужен гем, причем желательно этот гем на Наги, чтобы сбрить весь вижен. Они своими героями не могут... Так, Кунка, уже кого-то цепанул, ну, и вот Бер тут пытается что-то сделать, но делает он ничего. Ну, и Тавр в миде. Кунка, 3000 уже денег. Так и Дадейдалусы недалеко. И полетел Дарксир. Побежал Дарксир, видит Лафенстав. Лафенстав здесь пытается что-то сделать. Сейчас будет еще вакуум, да, и тут же Хрест, тут же Торрент. Минус Лафенстав, Бульба Киллинг Спри. Бульба 1700. Морф продавил тем временем линию, что-то себе купил. Что там в курице летит, Морфу? А, Коскепитер летит, Морфу. Да. Морф-то с Нагой будет быстро разговаривать, как только у него появится шотган. Морф вообще с любым героем будет быстро разговаривать, как мы подвлекли. Бедный Кристалл Мейден, мне уже жалко. До свидания, Патма. Через Хрест Патма, вы знаете, не уходит, не помогает ничего здесь. Вот так вот, ты липайся, не липайся, и до свидания, СНА. Ну, то, о чем мы говорили минуту назад. Есть кунка, ты от него один не побегаешь, и нужно просто играть осторожно. Да, да. Бегать от пацанов. Но в итоге они разбрелись, они бегают у нас по одному, стараясь каким-то образом от этого Кристалла уйти, и в итоге Ликвид у нас забирает преимущество. Нага не может сплитпушить вот именно сейчас, потому что у нее, ну, очень мало артов, да, все-таки 900 хп, это Морф ее фактически за прокаст убьет, ну, в соло, даже без Этерл Бейда. И дальше мощит нижний тавер. Иксмайк у нас позицию но он один, то есть он сейчас просто тратит время, он ничего здесь не сделает, и лучше бы ему уйти наверх. Но Иксмайк вообще в этой игре еще ничего не сделал, абсолютно ничего. Ну, да, есть, верно. Не, ну он стоял там ракетами отбрасывался на первой минуте, и это же он делает на 21-й минуте. На Вич-Доктора, который отхиливает под. Да, да, которому абсолютно плевать, и который вообще Аганим начал собирать. В прошлой игре ему не дали собрать, игра закончилась, да? Сейчас, вот мы едем, Джимми принес себе уже поинт бустер. Сверху, врыв на нагу, Дарксир подтягивает, идет у нас в эту секс, и в эту секс из-за ульт тут рядом Мэйден, сон. Ну и что? Сгорит? Сгорит? Просто сгорел. На месте под двумя Аймшелми парень юзает ТП. Под двумя. Ну, это круче, чем я сгореть на огне, на самом деле. Да, 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 да. Это я видел, когда было, по-моему, Дота Синема, легендарная фигня, когда нага юзает Слип, перед этим, этот, на Рошане драка, ТХД ложит Макропиру с Аганимом, нага юзает Слип, и три тиммейта делают ТП, стоя в Макропире просто. Один, второй, третий. Заверели просто. Хотя ты можешь вот так, чук, в сторонку отойти, и все, и все нормально. Нет, так не получается, но... Под пламинус кунка в миде, кстати. Поймали такие, стрелу поймал там Кункевич, и, собственно, убили они его, ну, а тут уже Дарксир ловит Патму. У Патмы Липа нету, ее колит просто Дарксир. Ну, и тут же Морф, до свидания, сына. ТП сделал Клакверк, не решился прыгать, Иксмайк, потому что понимает, что в четверых прыгать, это... это хорошая, конечно, идея, если ты играешь на... На лане каком-то. На Тайтхантере. Да, 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 да. Вот это правильно. Но если ты играешь на Клакверке, у тебя нету ничего, кроме недоделанной Мекки, до которой к тому же не хватает, там, 70 голдей. Которую он уже доделает 23 минуты, потому что... Ну, кстати, да, да. Как-то заделал он такой... такой поворот, то не работает. Пик ликвидов, сейчас он начинает контрить у нас на Кинг Ассадинс сильно. Нага, в очередной раз у нас приходит наверх, начинает пушить Тавер, она его начинает давить. Каждый раз у нас ликвиды возвращаются сюда Морф, Тавер фуловый, Нага пробежала просто миллион километров, чтобы вот, ну, это убить, и в итоге, ну, пока у нас ничего. Как мы видим по графикам, 12 тысяч на 23 минуте. Да, и абсолютно ребята не обращают внимания на наличие Наги, и надо, пойдем, убьем. Ну, Наги, понятное дело, здесь надо еще тонна времени, просто, для того, чтобы действительно что-то сделать. Ну, от Кунка... А куда деньги он делал? У него что, Баттлфьюри будет, или что? Да, у него будет Баттлфьюри у Кунки, решил так. Ну, да, чтобы иллюзии Наги быстрее убивать, в любом случае. Криты, конечно, хорошо, но вот Баттлфьюри почему бы тоже не приобрести себе. Есть БФ, есть Лотар, 23 минута, соло-мид Кунка, ну, и у Марфа остается 150 голды, ну, точнее, уже ничего не остается, у него уже есть... Это Реалблейд. Да, теперь Мейданке будет сложновато. Да теперь всем будет сложновато. Не-не, и на Мейданке будет сложнее всего выйти, вот, в мою мечту, 6-ислотовые, с Рефрешером, Аганимом, Тарасочкой, БКБ, и убить всех. Совсем немножечко, но все же будет сложновато. Я с тобой согласен. Я думаю, тут надо будет так серьезно подпотеть. Пока у нас Снэйкинг Ассасин стараются найти себе место, они понимают, что сплитпуш, он неэффективен, потому что Тринд Протектор, он залечивает все раны, которые получает у нас Тар, и кучкуется, кучкуется для чего-то. То есть, похоже, что будет у нас смог. Ну, по-другому, потому что нельзя, ты не можешь стоять на месте и не делать ничего. То есть, например, сверху у нас летает Морф, Морф, которого ты можешь прийти, напасть и хотя бы прогнать, побить с руки. Они у нас тут стоят, вчетвером убивают одну Урсу, одну несчастную Урсу, которую в итоге так и не убили, и терпят дальше. Причем, это Урса не пятого, а четвертого, которая маленькая Урса. Да, и дальше стоит у нас под Тверами. Пока они стоят под Тверами, Ликвиду у нас сформят всю карту. У тебя Тренд Протектор и любой спидпуш ты контришь. Снекингс Ассасин нужно срочно делать минусы. Да, ну и Сники Никс Ассасин что-то не совсем Сники. Такие они не гибкие, скажем так. Что-то пока такая топорная стратегия у них, вот простая, как действительно, как топор. Ну, то есть у них Нага, а у противника Тренд, и спидпуш что-то не работает. Сейчас был настолько крутой момент, обратил ли ты внимание, просто бежит-бежит вот так вот Дарксирпом и бежит-бежит-бежит-бежит-бежит-бежит с деревом. Так тупо останавливается вот здесь и стоят двое и вот так вот пролетает стрела. Такие пропустили, как трамвай пропустили, все, поехали дальше. Флав и Став. Кстати, Нага, да, Морфлин минус Флав, Нага обгоняет уже Морфа по Нетворсу. Но она одна. Ну, она одна, да, а там, по-моему, все запакованы и вот Нага сейчас пока пытается фармить. Здесь мы видим Т2 Тавр прессуют ликвиды. Ну, с первого раза неудачно, не смогли запрессовать по быстречку. Ну, в любом случае, здесь у СНА шансы еще есть. Шансы огромные. У них есть сон. Это самое главное. Они могут в любой момент замутить вомбу-комбу. Они могут загангать кого-то, потому что ганг сетап, вот не считая Морфлинга, он великолепен. У тебя огромное количество станов. Все, что нужно, это двигаться. им бить Тавр, они стоят на своем ХГ и вообще даже не подходят кинуть свой нюк. И единственный, кто делает экшен, это Нага сверху и Мирана снизу. Нужно на ХГ ликвиды или нет? Естественно. Идти на ХГ, а пока никого нет. Нужно заставить наглых пацанов вернуться. Хила нету. 13 лет очень далеко, кстати, делать все очень грамотно. Ну и вот по итогу, ты посмотри, это минус. Ну и на Т3 пока не идут, там Вич Доктор выхиливает Марфа, которого бьет Тавр и почти-то Т3 Тавр убили. Сейчас, смотри. Зашли, вот, иллюзии Наги. Где они? Один удар Кунки. Еще пришла иллюзия. Кулдаун 23 секунды. Нага не может драться, Нага абсолютно не может драться и сделать вообще что-либо сейчас и по итогу нужно... Ну и что, сделали с нее сейчас репликейт, который становится, по сути, шестым героем для команды Ликвид. И вот с этим репликейтом еще проще сейчас дела пойдут. Да. Так, дожили они до следующего кулдауна и вот на этом кулдауне иллюзии нужно Ликвидов убивать. Нельзя им давать бить Тавр. Нельзя просто так дать и отдать этот Тавр. Нужно что-то делать. Ну вот это единственный шанс. Вот Кошка просто иллюзию убивает, врывается просто в подмоп отмаста. Остается в живых. Вайтберт прыгнул в толпу. Его вернули. TC жив. Поехал кораблик. Смайк в Хигсе. Здесь сейчас пытается ультимейт поставить Джимми, но тут Слип. И бежать. И бежать. И бежать. Да, и фуловые ликвиды. Просто фуловые. Ой-ой-ой, вернули Рубика. Это беда. Рубик в Таверну, к сожалению. Кошка Клинг Спри, Бараки по миду. Падают. Забежала сюда опять-таки Нага. Надо ей быть поосторожнее, потому что могут на торрент какой-то подсадить. Джимми, в конце концов, хочет ультимейт свой скоро поставить. У него Аганим через 400. Дайте Джимми купить Аганим. Кошка пошел терять Аэгис. Сейчас Кошка ворвался. Кристал Мейден Новый Год сбивает за полсекунды. Просто Кошка потеряла Аэгис. Ну и, кстати, здесь могут убить еще и ТС. Ну, ТС Форстаф или Дерево его спасает. И тут появляется Морф, который не знает, кого бить. Одного, второго. Ну, в итоге никого не потеряли вообще Ликвид. Они потеряли только Аэгис. Они зашли на хайграунд, они слисли мид. Ну и пока ну, то, что ты ты был абсолютно прохладом сказал, что Нага сейчас вообще не может драться. Единственный шанс это как-то вот с иллюзиями вместе что-то сделать. На топе. Бульба. На Нагу. Начинает ее колоть. Хекс. У него что, Хекс? А, да, у нее Хекс. Извините, у нее уже в прошлой драке Хекс. Ну, ее и Саша тут поймали. Ну, вот она Нага. Блестящий каунтер. По-моему, блестящая игра Ликвид. Все очень просто. То есть, не стали Ликвиды выдумывать велосипед. Они... Пикнули триант протектора ферст пиком. Да, да. Снэйкинг с Ассасином увидели его и давай-ка мы возьмем Нагу пятым пиком, которую он отконтрит. И по итогу у нас ну, просто такой нерушимый кулак, который идет дальше и Снэйкинг даже не могут подойти кинуть нюк, чтобы отспамить все это. То есть, связка получается просто потрясающая. Вы подходите к Тавру. У вас 950 рейнджа. Нюки у Рубика, Мэйдонки и Мирана они в разы ниже. Вы начинаете его убить и если хоть кто-то подойдет что-то сделать вам, то этот парень сразу умирает. Из того, что у вас Нага, вы на ранней стадии драться не можете. Да, то есть, Монтара, Дианс это вообще не для файта. Это фактически там где-то 9000 ни во что. Ну, а тут Кунка, Морфлинг, бьют цирки, танкуют, убивают и... Да, ну и что, ждем мы сейчас, наверное, от Ликвид захода по еще одной линии. Вот он Джимми, вот он Джимми со своим Аганимом. Я очень хочу комбо-вомбо. То есть, я очень хочу увидеть ультимейт дерева после после вакуума и туда ультимейт ультимейта Вичдоктора, потому что это действительно может захочется каким-то рэмпиджем. 3-2-9 сейчас у Вичдоктора и... Вот иллюзия уходит. Ну, иллюзия сейчас не составляет проблемы, абсолютно. То есть, ну, от Тараски там взяться неоткуда. Там 1200 голды и... вот так вот стоять, сказать, тоже не стоит, потому что так можно стоять вечно. Ну, пока центр не пропушится. То есть, потом все равно придется куда-то идти. Ну, нужно нага крипов убивать что до того, как они заходят на хайграунд, да, вот и... приходится дальше стоять и убивать эти иллюзии наги. Поэтому тут пока вот такие стояния происходят у нас нету... какой-то атаки. Ну, пока у нас происходит стояние, у нас пушится центр. То есть, здесь уже, как понятно, по ликвидам они не могут это пропить в пятером, потому что проказ, ну, достаточно хорош, и Морфлинк у нас уходит в центр. Начинает он, Морфлинк, вот она себя перетягивать, потому что один в один он, наверное, самый сильный персонаж. И вот криповики потихонечку, но в центр идут. А тут ворваться нереально. Тут Дарксир Вичдоктор, который, по-моему, вдвоем пятерых убьют на этом хайграунде. И смотри, он идет, он идет по центру, койку у нас срывается, и люди теперь идут сюда. То есть, у нас Ассасинс начинают раскачиваться, и все. Вот теперь нужно... Там, блингарба, каптиси, и вот, смотри, сколько дэмэджа-то он получает здесь. КБ-то у него нету. Так, Лаквер, Когами толкнул абсолютно всех, полетел корабль, и вот он, корабль в бухту. Умирает, подмал очень быстро, да не успел нажать БКБ, кстати, флафенстав, хороший ультимейт. Все спят, ЮСАШ улетает. Джимми ультимейт таки... А, не, поставил, поставил. Ну и все. Даже не стали дожидаться вот-вот там драки 5-5. Они поняли, что тут не попрешь.